К другим темам. Якутия бьет собственные рекорды по количеству участников Всероссийского географического диктанта. Насколько расширился охват тестирования и широк ли географический кругозор населения республики, расскажет Иван Пайдовец. 14 вопрос. В каком субъекте Российской Федерации расположена самая восточная точка России? Все 85 субъектов Российской Федерации дружно взялись за ручки с карандашами, чтобы ответить на 30 непростых вопросов. Второй Всероссийский географический диктант – это добровольное тестирование, которое собирает различные слои населения от школьников и студентов до первых лиц регионов. Я люблю географию. Вопросы были очень интересные. Уверенность была полная, но по трем вопросам я немножко почувствовал определенную двоякость. В частности, какое море может быть соленым, или Беринговое море, или Японское море. Здесь, думаю, я ошибся, логически думал, что воды с севера, они более стоящие, более, скажем, недвижимые, поэтому думал, более соленые. Оказывается, может быть, ну я уже сейчас чувствую, что это ошибка допущена. Первый географический диктант состоялся в 2015 году, собрав около 72 тысяч человек со всей страны. Следует напомнить, что республика Саха сразу стала лидером по массовости участия, собрав более 7 тысяч человек, 1300 из которых пришло в городе Якутске. Но в этом году увеличение количественных результатов превзошло ожидания, обогнав прошлогодние почти 8 раз. В одном только городе Якутске на специально оборудованный пункт и проверить свой кругозор пришло более 11 тысяч человек. География охвата проведения тоже значительно расширилась, благодаря опорным пунктам, которых стало на 250 штук больше. Нам подводятся два итога, массовость и результативность, правильные ответы. Мы все-таки работаем на массовость для того, чтобы через географический диктант дети, у них пробудился интерес и появилась мотивация к географическому познанию. А через географические познания это основа любви к родине, к стране, к малой родине, к Якутии, к своему Аласу, к селу, к своей территории, где они непосредственно живут. Все вопросы, согласно правилам проведения, касаются только географии России. В минувшем году Якутия заняла третье место по качеству написания. Представители регионального отделения русского географического общества планируют выдвинуть предложение разбить тест на две категории сложности, более легкой и массовой, и для продвинутых. На данный момент содержание диктанта базируется на программах средней и старшей школы. У меня, в принципе, географии не было уже лет семь, но, тем не менее, мне удалось, я думаю, нормально написать диктант. Ну, я к диктанту не готовился, а задания, ну, все-таки сложные для учащегося, я сам ученик 10 класса. На самом деле, последние вопросы более сложные, да. Я думаю, в целом хорошо написала диктант. Следует напомнить, что результаты будут известны 25 декабря на сайте Российского географического общества, посмотреть которые можно будет по индивидуальному номеру. Иван Подойницин, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.